Я не могу дать вам микрофон, потому что я не могу слышать вас. Он будет меня переводить, дальше я буду на русском говорить. Да, и сначала я бы хотел еще сказать такую вещь, для меня очень такая большая честь стоять и проповедовать в Америке, потому что много лет назад, когда Кевин был пастором у нас, американцы приезжали в Советский Союз развалившийся. Да, и проповедовали, несли Божье Слово, и я бы никогда не мог подумать, что я сам смогу когда-то приехать в Америку и чем-то делиться с американцами. Так что для меня это тоже такая большая привилегия быть здесь. Да, и начнем мы сегодня с одного стиха в Библии. Это Исайя 6 глава, 8 стих. И вообще хорошо Библию читать, всегда начинать с нее день. Библию хорошо очень читать, и начинать с нее день всегда. И это очень полезно для нас. Ну, ты прочитаешь. И здесь мы видим два вопроса Бог задает. И при этом Он их не задает непосредственно Исайе. Исайя просто находится в духе, и он слышит все это. И Бог задает вопрос, кого нам послать? Первый вопрос. И это хороший вопрос. Но, допустим, вспомним историю Ионы. Бог спросил, кого нам послать, выбрал Иону, послал его. Но Иона пошел совершенно не туда, куда его Бог послал. Несмотря на то, что потом он все-таки выполнил повеление, но изначально он не послушался. И, конечно, в конце истории вы знаете, что он обещал Богу, и он выполнил комиссию, которую он дадил. Но в начале он не обещал, что Бог ему сказал. И второй вопрос. Кто пойдет для нас? И это такой вопрос послушания. То есть, если Бог выбирает кого-то, и тот человек должен пойти. Это выбор человека пойти для Бога. Да, и кто отвечает на этот вопрос положительно, тот должен тоже иметь сердце к тому месту, куда Бог его призывает. И он должен понимать, насколько это большая привилегия для него, служить Богу в том месте, куда Бог призывает. И готов ли каждый из нас, если Господь спросит, готов ли ты пойти для меня, ответить «Да, Бог». Вот. И куда можно пойти, например? Ну, первое, куда приходит в голову, там, например, в Африку или куда-нибудь там в Азию. Но на самом деле можно пойти куда угодно, куда Бог призывает. Например, к соседу. К родственникам, которые не знают о Боге. К сотрудникам на своей работе. В соседний штат. Ну, и, конечно, в разные страны и народы. Но важно идти туда, куда призывает Бог. Иисус шел туда, где была нужда в Нем, в Иисусе. И нам нужно идти туда, где есть нужда в Иисусе. И при этом Иисус не устраивал таких сверхъестественных фейерверков и шоу каких-то. Он просто стремился помочь людям, кто устался в Нем. Еще такая одна вещь, если сравнить, например, Бога с начальником в офисе, то Он не начальник в офисе. Потому что, если Бог дает задание, Он посылает нас. И Он сам идет вместе с нами. И Он уже ждет нас в том месте, куда Он нас послал. Потому что Он Бог, и Он вездесущий, всемогущий. Также хотел бы о силе молитвы немножко сказать. Я верю, что все мы молимся каждый день. Например, за еду, за родственников, за близких. Но есть такая вещь, что мы можем быть ответом на чью-то молитву. Представьте, что в какой-то далекой стране или где-нибудь, какой-то человек просит у Бога, чтобы пришло освобождение для страны от злых сил, например, не знаю. И Бог слышит этот призыв, и Он выбирает человека и дает указание другому человеку идти в эту страну. Ну да, я вам тоже сказал, быть ответом для того, кто молится. Вот. Итак, на моем примере рассмотрим, где может быть нужда. Ну, как Кевин сказал, я являюсь сотрудником молодежи с миссией. И нахожусь, наша база находится на Владивостоке, это Дальний Восток России. И наша... Да, 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 сейчас. Так, вот это вот Мурманск. А вот здесь вот Владивосток. И это Владивосток. Да, и наш фокус — это Юго-Восточная Азия, вот этот регион. И как вы, может, знаете, в этом регионе много измов. Например, индуизм, даосизм, атеизм, анимизм, это поклонение Духом Земли и прочее. Буддизм, ислам и прочее. Мусульманство, да, мусульманство. Окей. Вот. И христианских людей, христиан там очень незначительное количество, скажем так. Есть, конечно, страны, которые считаются полностью христианскими, как, например, Филиппины. Это католическая страна, как бы. Но подавляющее большинство стран, они вот буддистские, индуистские и прочее. И, конечно, вы знаете, что большинство других стран там находиться очень тяжело. И в некоторых местах это даже смертельно опасно быть христианином. И вот, когда мы приезжаем в эти страны, одно из наших служений — это служение в церквях. И я бы хотел еще один стих из Библии, чтобы открыли. Это первое фессалоникийцам. Пятая глава, одиннадцатый стих. Ну, прочитаешь. Ну, и в русском переводе написано, как и в английском, что ободряйте друг друга, укрепляйте друг друга. И когда мы приезжаем, такая одна из наших основных задач — это ободрять церкви, которые там. Картиночку, пожалуйста. Хорошо. Это вот китайская церковь. А если не видно, можно свет чуточку приглушить? Если не очень видно, свет можно приглушить? Чуточку. Да. И вот там вот, может быть, видно, я лежу и проповедую свидетельство свое. Это было очень необычно, поэтому китайцы смеются немножко. И потом они фоткали меня. Следующее. Next. Это церковь в Индии. И они собираются каждый день. И иногда под открытым небом у кого-нибудь дома. И в Индии очень такие горячие церкви. Next. Это церковь в стране, которая называется Бангладеш. И это мусульманская страна, поэтому христианам там особо сложно. Бангладеш is a very strong muslim nation, and it's very difficult to be a Christian there. Но, тем не менее, люди собираются. Nonetheless, there are Christians there, and they're very dedicated, and they meet together. Next. А, это одна из моих любимых. Это церковь в Малайзии, Рождество. Вот последняя. This is a church in Malaysia, and this is a Christmas service that they were having there. И это баптистская церковь. Мы пришли туда, и я проповедовал немножко и попросил сфотографировать их, чтобы показывать в других странах и в мире, какая большая церковь в Малайзии может быть. And I was preaching there in that church that day, and afterwards I asked everyone to stand up and let me take a picture of them, so that I could show other people in other places, what large churches there were in Malaysia. Ну, и потом я попросил еще сэлфи сделать. And then I did a selfie with them. Да. Ну, и... Take a selfie, do a selfie. I selfie-ized myself. Да. И, ну, Малайзия, она тоже мусульманская страна. And Malaysia, of course, you know, is also a Muslim nation. Next. Это церковь в Индонезии, в Джакарте. И это такая церковь, полностью молодежная церковь. И вот, может, вот эта вот женщина-пастор. Ей было слово от Бога, что она должна ходить по улицам и собирать детей, подростков. И из них делать церковь. Да, и этой церкви уже несколько лет. И самому старшему, наверное, где-то 25-24 лет. Next. А вот это маленькая церковь в той же Индонезии. Да, и они собираются в офисном здании. И в этом же здании, в воскресенье, собираются еще 35 церквей в разных офисах. И все маленькие. Next. Ну, и эта церковь в России, в одной из деревень. И это вот июль, который только что был. И это новая церковь, мы помогали тоже. И поэтому только одни женщины практически. Но мы верим, там будут и мужчины. But we're working there, and we're working in this place, and we believe that there will be men in the church also. Ага, next. Так, дальше у нас служение, очень часто проходит детское служение. Ну, конечно, мы все знаем место в Евангелии, где Иисус говорит, не запрещайте детям приходить ко мне. Of course, you know the place in the scripture that says, suffer the little children or allow the little children to come unto me and forbid them not. Но я сейчас бы хотел другое место, это 78-й Псалом. But I would like to read a different passage to you. It's from Psalm 78, the 78th Psalm. И там 2-й, 4-й стих. And we're going to read the 3rd and the 4th verse. So, Psalm 78, verse 3. Which we have heard and known, and our fathers have told us, we will not conceal them from their children, but tell to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wondrous works that He has done. То есть, прямое повеление, что они не будут скрывать от детей то, что Бог делал в их жизни и чудеса, и будут передавать. So, do you hear these words that He says very clearly, that we will not conceal, we will not hide these things that God is doing from our children, but we will tell it to them. Slide, please. Это китайский детдом. This is an orphanage in China. И здесь собраны дети с какими-то дефектами физическими. И женщина, которая ведет это служение, она их тоже собрала просто на улице. Китайское правительство не хочет ими заниматься. And these are children who have been completely abandoned by the Chinese government. And the woman who began this ministry, this orphanage, she had just a call from God to go into the streets and collect together these special needs children, and they formed this orphanage for them. Там есть полностью обгоревший мальчик. И есть мальчик, который, когда видит людей, он плачет, начинает плакать сразу. And there's children with... This is like a psychological... With psychological problems. There's one boy there, who whenever he sees a person, he just begins to cry and to weep. He cries all the time when he sees a new person. Ну и там еще есть такой, который бьет себя постоянно на батарее, и у него руки завязаны. There's a child there, who always would come and hit himself up against the radiators, the heating radiators on the wall. И мы приезжали, просто играли с ними, рассказывали тоже библейскую историю. When we came there, we met with these children, and we just play with them at first. We just go in there, we just play with them and make friends with them, and then we begin to share the stories from the gospel with them. Ну, обычно в такие места люди не любят ходить. And this is kind of place, where a lot of times other people don't want to go, they don't want to go and work with these kids, because it's very difficult work. And we just go into these types of places, and we bring God's love to them. Next. Это Индия и дети попрошаек. This is in India, and these are beggars children in the streets. And just like their parents, they spend their lives begging. And they don't see any other destiny, any other purpose in their life, than to just be in the streets and beg. Because you know about the caste system in India, and that you cannot raise yourself up beyond the caste level that you're in. There's no way for you to move forward in life. There are actually even churches in India, that teach that Jesus came only for the higher class, and that unless you have attained to the higher class, you can't receive Jesus. Ну, и также мы пришли и дарили им любовь Иисуса. So we come into places like this, and the same thing, we just make friends with them and just share the love of Jesus with them. Next. Это в деревне тоже в Индии. И там церковь, у церкви есть школа своя христианская, и 70 детей обучаются. И в основном это все дети из бедных семей. Но тем не менее тоже мы проводили с ними почти две недели, наверное, играли с ними, рассказывали библейские истории. Да, и здесь они молятся за пищу. И вообще в Индии Иисуса чтут, как бы. Но для них он только Бог-целитель. Один из 33 миллионов богов. Next. Ну, этого тоже мы их кормим. Next. Это мы ходили в соседнюю деревушку, и там были болячки такие у всех детей на рыбу. И мы оказали им первую медицинскую помощь, можно сказать, какую-то такую обычную. И молились за их исцеление. И когда мы в следующий раз пришли, через полторы недели, только там два человека, по-моему, были с таким болячками. Next. Ну да, вот мы их моем. И вообще результат вот этих болячек, это потому что у них нету гигиены правильной, мыла нет, ничего нет, они грязной водой моются. And the reason that they have those sores on their hands is because they bathe in dirty water, they don't have clean water, and they don't have soap or anything that properly care for their hygiene. Next. Это христианская школа в Бангладеше. Все дети, которые в нее ходят, они мусульмане. И почему так? Потому что они из очень бедных семей и нету денег, чтобы пойти в обычную школу. И таких школ, это не одна, их очень много в Бангладеше. И это хорошее семя в детей. Потому что мы общались уже с такими подростками, со взрослыми людьми, которые обучались в христианских школах. Некоторые из них стали христианами в итоге. Ну, а некоторые, у них есть осознание того, что Иисус не просто пророк, как в мусульманстве, а Он именно Бог. And they begin to get an understanding that Jesus is not just a prophet, as is taught in Islam. They also respect Jesus, but in that way. But that Jesus truly is the son of God. Next. Это тоже в деревне в Бангладеше, и тоже почти все дети мусульмане. This is also in a Bangladesh village, a small village in Bangladesh, and all of those children are, practically all of them are children, muslim children, who go to a Christian school. Next. Это мы... Они такие скромные, эти дети мусульмане, поначалу, а потом, когда с ними начинаешь больше говорить, они начинают веселиться, танцевать с нами. Those kids in Bangladesh are, for the most part, very shy, and it's kind of hard to break the ice with them, but once you break the ice with them, you begin to play games with them, and they just open up their hearts. Next. Это Малайзия. This is in Malaysia. И мы совместно с китайской командой миссионерской делали программу. We were working to... Some mess to skin, together with China's team. Okay. So it's a team from China, and our team from Russia working together in Malaysia. Next. Это Индонезия. This is in Indonesia. И вот это место находится в центре помойки. как бы по кругу идет помойка, свалка. This place where we are, it's right in the middle of a city, dump, where there's trash just all around us. И это считается как трущобы. Трущобы. And this is just the slums, where the people live. The people live right in the middle of that trash, in the middle of that dump. Next. Это на Филиппинах. This is in the Philippines. И там, где мы жили, было два племени таких кочующих, перемещающихся. And this place where we live, there were two nomadic tribes that lived in this place. И одно племя сами себя называют Канадой, а другое племя вот это называют себя Мексикой. Да? Да. Команди, футболный. And one of the nomad tribes had a name for themselves. They called themselves Canada. And the other nomad tribe called themselves Mexico. Я не знаю почему, просто... Like football teams. Вот это... Says I don't know why they did that, but that's what they called themselves. И это бедное такое племя, и мы тоже постоянно с ними занимались. Very poor tribal people that live a nomadic life. And so we just made friends with them and were able to minister to them. Next. Ну и вот они, мои детишечки из Мексики. There's some of my Mexican kids from the Philippines. Mexican in quotation marks. Next. И с ними вот, допустим, как пример, мы один раз пришли с ними сделать обычные самолетики из бумаги. And sometimes, here's just an example, we came into these kids and we just make paper airplanes. И для них это было таким, как супер-игрушки для них это были. And they just thought that was an amazing toy that we were able to make these paper airplanes for them. Едва ли, не знаю, в первый раз, может, бумагу видели? Maybe it was the first time they'd ever even seen colored paper before. I don't know for sure, but they just seemed so amazed by these things. And then after we made these paper airplanes and they were flying around, they just picked them up so carefully so they wouldn't smash them and carry them home with themselves like toys. Next. Ну, это в России ДЦП-интернат. This is in Russia and this is an интернат, which is like a boarding school for special needs children. Да, и там каждую субботу мы проводим тоже служение. And we have a ministry there every Saturday at this boarding school for special needs children. Next. Ну, конечно, нужды могут быть вообще разными, не только дети и церкви в тех местах, куда мы приезжаем. So, the needs of people are different in different places. We minister not only to churches, we minister not only to children. Это мы шли далеко в джунгли, вглубь, 4 часа. And this is a place where we went into the jungle for hours into the thick of the jungle. Это Индонезия. This is an Indonesia. Next. И вот мы так по солнцу шли 4 часа. Next. И мы шли вот в это племя, это черно-белое племя. Okay. We walked right into the... We walked to reach this particular tribe, which is a tribe, it then называется черно-белое. Но они называются Бадуи. 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 Да. They're called Бадуи. Но у них такая особенность, они носят, могут носить только черное и белое. Okay. But we called them the black and white tribe because they only wear either black or white clothes. И нам пришлось тоже одеть черное и белое. And so we had to wear black and white clothes to be in their presence. Вот. И то, что мы им успели рассказать, это о том, что земля сотворена Богом кем-то одним. Они даже этого не знали. And we were able to share with them, all that we were able to share with them was teach them the story of creation and that there is one God who created everything that is and everything that exists. and they had never heard that before. Да, и потом нам пришлось уйти. And then we had to go. Потому что это племя, оно такое, как бы охраняемое государством, как, я не знаю, как резервация индейцев. And so, yeah, so this tribe is, they have tribal privileges that are, and protection from the government kind of like in America, Native Americans might live on a reservation somewhere. Но тем не менее, они все равно имеют право знать истину. Обысушие. So, нельзя было, как делиться с ними. Ну, как нет, но они правы. So, actually, by law, we weren't even allowed to share with them the gospel because it's like going against their native religion or whatever. But we knew in our hearts that God was sending us there for a reason and we ministered to them in the way that we knew that we could minister. Next. This is in Malaysia and this is another example of the types of needs that you can fulfill when you're answering the call of God. This is hungry and homeless people in Malaysia that we gather together and we feed them. Next. In India we feed the homeless. And of course, when we feed the homeless, then we always find an opportunity and seek for an opportunity to share about Jesus and share about His love with them. Next. This is a big evangelistic outreach in the village. There were about 300 people that came. Well, we're showing different skits, doing drama and then we share the word of God with them. Next. This is at a university in Bangladesh. And this is the only place in Bangladesh where you can absolutely freely share about the gospel and talk about anything that you want to talk about and it can all be in English because all the students know English very well and study English and they have freedom of speech in this place. These are all students from a, that are studying and of course, all their questions were about God and about the human soul. Next. This is also that same evangelistic outreach that I showed you in the picture before from India. And this is also that same because at the end of the evangelistic outreach of course, there's a call to repentance and call to come to the Lord. And this guy, he was just standing there and he wanted to come forward. But all his friends were holding him back and saying, no, no, don't go up there. And they're all like these really serious guys standing around with their arms folded trying to prevent him from going forward. But all his friends were holding him back and saying, no, no, don't go up there. And you could just see in his face how the Holy Spirit was touching him. Next. Обычный Бангладеш, вот такие картины в Бангладеш обычно. Просто люди лежат. This is just a typical scene from Bangladesh. People just in the streets half dead, laying in different places. Next. This is a highway in Indonésia, в Jakarta. This is a highway in Jakarta, Indonesia. And we spusten in the streets and we lowered ourselves down from this highway. Next. И там был целый такой квартал жилой как бы людей. And there's a whole just a village of people that live underneath the overpasses. И там так шумно машины ездят наверху постоянно. And all the cars are just passing over them day and night with all the noise. А люди вот там вот так живут. Там даже в полный рост нельзя встать. They actually people just live down there. Just that's their only home. And it's such that at my height I couldn't even stand up in that place that was so low. Ну и тоже мы им делились об Иисусе и просто рассказывали, насколько Бог велик, что Он нас из России издалекой послал к ним в трущобы, чтобы мы могли рассказать. And we always say to them something about how great our God is that He would send us as an answer to your prayer all the way from Russia to come here and find you right here in these slums and share the gospel with you. Next. Ой, это одно из моих любимых служений было. One of my favorite ministry. Это мечеть самая большая в регионе. в том. so this is a mosque. It was the largest mosque in that area. Да. Это Индонезия, Джакарта. In Indonesia, in Jakarta. И эта мечеть занимает четвертое место в мире по вместимости. This is the fourth largest mosque in the entire world. Next. Вот она. Ну, она огромная просто вообще. It's just huge. It's just this huge mosque. Next. И мы зашли туда как туристы, как бы. И вот видите, там красные ковры. Нам туда было нельзя, потому что мы не мусульмане. Мы могли стоять наверху, на втором этаже на бетоне. Ну, и, конечно, когда люди приходят как туристы, они просто любуются там чем-то, смотрят, разглядывают. Но нас так коснулось, и мы начали прославлять Бога, конечно, не в полный голос, а так полушепотом. Но внутри чувствовалась такая как мощь, как будто такие, знаете, как внутрь вражеского стана проникли такие шпионы и начали там что-то делать. Next. Ага. И вот, как Кевин сказал, после Америки я поеду на Филиппины. И я там буду три месяца. И я буду учиться в школе библейского христианского мировоззрения. Да, но по выходным, субботу и воскресенье, я буду тренировать команду футбольную. И вот на этой базе на Филиппинах они собрали ребят летом в летний лагерь. И большинство этих ребят, у них нет одного родителя, там либо матери, либо отца, они воспитываются одним. Да, и вот для мальчиков придумали такую как идею, что они могут играть в футбол. И проводить командную работу вместе, работать. И чувствовать, что они где-то нужны, кому-то нужны, что они не просто там покинуты все. Да, и мы будем участвовать в соревнованиях различных, которые там проводятся в футбольных. Я верю, что Бог будет касаться их сердец и менять их жизнь через это. Ну, то есть, служения могут быть даже такими разными, что просто приехать и делать футбольную. Вот, и по-моему, там картинки закончились уже. Вот, и я бы хотел напоследок обратиться. К молодежи для начала. Если мы, ну, как молодежь, думаем, что мы потом-потом сможем служить Богу когда-нибудь позже. Может, мы не так важны для Бога, как там мудрейший из христиан. То это не так. Вспомните, например, Тимофея. Он был таким. Он был тем, кто взял эстафетную палочку у Павла и дальше понес христианство. Но при этом, конечно, он с детства был наставляем, своей бабкой там написано. И он стремился знать Бога и быть ближе к Нему. Да. Теперь я хотел бы обратиться к взрослым людям, скажем так. И вспомните, например, учеников Иисуса. Когда Иисус ушел обратно на небо, ученики остались как бы одни. Но благодаря тому, что они продолжили Его дело, 12 человек, ну, плюс, там, минус, пару сотен, мир узнал о христианстве и вообще, как бы, о Боге стали знать все. И я хотел бы обратиться к пожилым людям. Да, и можно вспомнить, например, Моисея, последние его сорок лет жизни. Ему было уже восемьдесят. И в это время он начал выводить свой народ из плена египетского. Вести их в страну обетованную, которую Бог им дал. Слушать все их нытье, весь их ропот, но все равно вести. И таких примеров в Библии, где пожилые люди что-то делают, очень много. Ну, и Бог и сегодня задает нам вопрос, кого Он мне послать? И также Он спрашивает, кто пойдет для нас? И какой будет наш ответ для этого вопроса? И так, что мы должны ответить, что мы должны ответить, что мы должны ответить на эти вопросы? Спасибо. Спасибо. Бог bless you. Amen. Amen. Thanks, Ник. Can we just stand up for a minute? I just want to pray for Nick, and then we're going to receive communion together. Come over here, probably. Tonya. He's not my son physically, but, you know, this boy is just like a son to us. And because his dad, well, I guess like a nephew, because his dad's just my brother. I don't know anybody here ever looks at anything I put on Facebook. You know, I have to. But when we were in Russia on the last trip, there were some pictures of me out on a crane overlooking the dock, and they let me run, operate the crane and all this kind of stuff. And there was a guy there with this kind of army-looking uniform thing on this big belt buckle. That's his dad. Anyway, his dad operates a crane over the port in Murmansk. And he doesn't operate the crane, actually. He's the guy in charge of the whole operation out there and stuff. But the point is, he's just a working-class family of good people that just love the Lord with all of their heart. And I've just seen Nick. I don't even feel comfortable calling him Nick, because in Russian, we call him Kolya. But it's so hard to say in English. He takes the first part of his name for English. Everybody calls him Nick now. But we've just known Kolya since he was just a child. And we just love this young man. And I wanted him to share this morning, because a lot of you don't know this, and you don't remember this, and you don't think about this. But for 20 years, 20 years, this church, that's you, sent financial support to our ministry every single month. Prayed for our ministry. Some of the people that came over to Murmansk that he was talking about that he remembers when he was a kid, are Dave Chisholm, and were so involved in that ministry. And that ministry never would have existed if it wasn't for this church and other churches like this church. But this church was very key, very instrumental. And the way God brought us together with this church was completely supernatural. So I wanted you to see him today, because I want you to see the fruit of the church, this church is ministry going into the next generation. And a picture is worth a thousand words. And when you see those pictures and you see what God's doing, I know that it ministers to your heart. And you know that God's doing that through your faithfulness. So let's pray for Nick and pray for him on his upcoming trip. Father, I just want to thank you so much for Nick. I just thank you for his mother, his father, his sister, his brothers. I just thank you for his grandma, who just like Timothy, just has raised Nick in the Word of God since he was a little boy, just thank you that he's had such a godly grandma, that he's had such a godly family around him. I thank you, Father, that you gave me the opportunity. Perhaps somebody prayed and said, God, send us your word. And that's why you told me to go to Merman's, to be an answer to someone's prayer there. And now Nick can go and be an answer to someone's prayer in another part of the world. And each one of us can be that answer to prayer for others, Father. So I just pray that truly young, old, middle-aged kids, that our hearts, that our ears would be open to hear your word, Father. For just as you spoke to Samantha when she was being baptized, that name means the Lord has heard. So, Lord, you have heard our cry. I pray that we would hear the cry of your heart. We just pray for Nick. We just bless his road. I pray that you would provide all the finances that he needs. I pray that you would surround him with angels of protection, that you would give him favor to be in the right places at the right time. And as you continue to grow his ministry and prosper him in this ministry, that you would continue to do great things through him, that signs and wonders would be worked through him, just as it was said about the Apostle Paul, that they just begin to grab aprons off of his body and people were healed. And Father, I just pray that for Nick. I just pray that that anointing would be so strong on him, that great signs and wonders would be accomplished, not for the purpose of a supernatural fireworks show, like you said, but for the purpose of answering the needs of real people whose hearts are crying out to you, Father. I just thank you for that. I thank you for the courage that you've given him, that you've given him the heart of a lion to go into places where there was a day when he would have been afraid to go. But you filled his heart with your courage and with your faith. And I thank you for that, Father. And we just bless him. We bless Nick now. In the name of Jesus, amen. 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 Amen.